Итак, друзья, продолжаем наше утро уже с великолепными гостями. Мой голос не бандажечка балестит по причине того, что радуюсь, радуюсь я особенно, как, естественно, мужчина, когда к нам приходят такие гости. И тем более я радуюсь, друзья, как спортивный корреспондент, когда к нам приходят спортсмены с победами своими, а тем более чемпионством. Друзья, у нас в гостях Эльвира Горякина. Она победительница чемпионата России по бодибизнесу, именно фитнес, бикини среди юниоров до 20 лет. Все верно. Эльвира, доброе утро. Во-первых, мы вам желаем. Во-вторых, поздравляем. И сразу давайте перейдем к тому, что демонстрирует помимо вас и вашу победу. Немножечко расскажите о том, как это было и что за что получили. Потому что я смотрю, что медали две, золото и бронза. Как удалось тебе? В первый день чемпионата я выходила в своей возрастной категории от 16 до 20 лет среди юниоров. Там я как раз-таки стала победительницей. Ну и так как вошла в тройку, имела право выходить уже во взрослой категории от 23 лет и выше. Вот. И там среди взрослых уже, среди женщин я заняла третье место. Вот как раз это и есть бронза. Насколько было сложно? Вообще сейчас трудно конкурировать в России в плане именно бодибилдинга и номинации фитнес-бикини. Ну или дисциплины, наверное, правильно сказать, фитнес-бикини. Ну вообще эта категория, эта номинация сейчас пользуется большой популярностью. Этот спорт очень развивается. Если так взять даже в промежутке 50 лет, он достаточно вырос. И профессионализм растет, и уровень спортсменов растет, и категория сама растет. А в плане мышечной массы сейчас фитнес-бикини уже более такие объемные, нежели там взять несколько лет назад. Вот поэтому, ну, действительно, спорт очень высокой конкуренции. Вот, кстати, у нас есть несколько фотографий, друзья, которые мы готовы вам показать. Для тех, кто хотел поставить Эльвиру в купальнике. Вот они, вот, вот, пожалуйста. Да, как и я, это не только мужчины, но и девушки тоже. Просто мне нельзя это говорить. Потому что, ну, надо понимать, как бы, к чему, да, стремиться, во-первых, нам, ну, обычным девчонкам. А во-вторых, понимать, за что, собственно, дают золото, да, за какие эталонные внешний вид. А вы вот сказали, что можно быть, ну, не такими сухими, да, сейчас. То есть это влечет за собой какое-то, ну, послабление в буднях бодибилдинга, бодибилдера или нет, на самом деле? Я имела в виду, что наиболее мышечные именно объемнее. То есть большая мышечная масса, нежели раньше, да, но сухость, она также должна быть. Это как бы... То есть приходится пахать, наоборот, да, больше в спортзале, для того, чтобы, ну, рельеф был. Ольвира, а вот со скольки лет, ну, вот 19 лет, уже чемпионка России, со скольки лет тогда нужно идти и заниматься в зале? Или вообще чем заниматься, да, для того, чтобы прийти вот в бодибилдинг? Как вы считаете, какая база должна быть? База? Ну, я не знаю, я просто как бы с детства занималась спортом, там, волейболом, в школе играла. А в зал вообще самостоятельно начала лет 16 ходить. Ну, просто вот захотелось. То есть в этот спорт можно прийти из любви и в хорошем смысле фанатизма, да, вот из спортзала, как многие вот упахиваются, да, там и стараются? Да, вполне. А какие тренировки должны быть? Вот я как человек, который ходит в спортзал, обычно там много прыгают. Я так понимаю, что вам, наоборот, это не подходит. Нужно тягать правильно железки. Это правильно или нет? Или это миф? Ну, вообще, как бы зависит от цели, выстраивание тренировочного плана зависит от цели, да. Либо если вы там на массы набора работаете, то это больше силового тренинга и так далее. Перед стартом уже, соответственно, добавляется кардио и так далее, чтобы максимально... Удержать, да? Да, сохранить мышечную массу и жечь, соответственно, жир. Вот, ну ладно, да. Ну, да, можно, ты знаешь, я понимаю прекрасно, что можно углубляться еще только дальше и дальше в подробности. Мы это сделаем в программе «Наш спорт». Обязательно к вам приеду. А, Ильвира, нет, вопрос самый распространенный. Все хотят знать на него ответ. Как встать так, чтобы было красиво? Ну, а чтобы подчеркнуть все свои достоинства. Это движения, которые, они универсальные и для девушек, и для мужчин? Или все-таки для девушек они другие, для мужчин они другие? Другие. В каждой категории есть свои позы. Еще и в каждой категории разные позы? Да, они различаются. Есть основные там четыре позы, да, которые в сравнениях уже непосредственно... А, какие? Так, давайте, вот с уникой, ну, давайте вашу категорию возьмем, там, фитнес-бикининг. Понятно, что сейчас, ну, мы не увидим, да, так как это, ну, по крайней мере... Всю красоту мы не увидим, но, по крайней мере, представить сможем. Ну, самая первая поза, в которую встают девочки, когда выходят на линейку, на сравнение, это фронт называется. То есть мы должны... Прямо к зрителю, да? У меня просто платье, то есть мы должны встать, прожаться максимально, раскрыть спину. Прожаться, это... Это что значит прожаться? Прячься? Да. Вы имеете в виду? Да, именно. Нет, при этом кисть, видела, у Эльвира, она была мягкая. Все должно быть мягко и лаконично. Мягко норить. Норить, да. Это большая сложность. Нельзя показывать то, что тебе вот... Трудно. Трудно, да. Боковая. То есть вы немножко подтягиваетесь, да, к макушке? Типа повторяю, повторяю. Я-то могу расслабиться, мне не подходят эти движения. Раскрывается спину. Ну, во всех позах, в принципе, нужно максимально раскрыть спину, максимально, так скажем... Подтянуться, да? Подтянуться, да, чтобы ничего не висело, не болтать. Ну, хотя это... Где у вас там может что-то висеть? Мне кажется, да, в категории фидеума. Максимально отболе. У всех там все висело. Максимально скрыть какие-то свои, так скажем, слабые стороны и подчеркнуть сильные. А какие вот критерии? Мне всегда было интересно. Выходят красивые девушки, да, в идеальной форме, которые готовятся к этому. И из них нужно, ну, выбрать все-таки победительницу или, как минимум, ну, призеров. По каким вот основным решающим критериям делать выбор в своей жюри? Ну, критерии основные — это пропорции. То есть общий... Разница? Да, общий силуэт, песочные часы идеал. Вот, это мышечная масса. А ее как-то отдельно замеряют, да? Нет, ее не замеряют, но ее видно. Ее видно, да, какая девочка более проработанная, да, какая нет. Но опять-таки же не перебарщивать. Это вот такая грань между категориями. Вот, и качество тела. То есть опять-таки смотрят, чтобы было максимально сухое тело, да, но в то же время и не пересушенное. То есть на самом деле судейство, ну, не знаю, по-моему, это очень сложно. Из 30 там девушек отобрать. Да, именно тут. И они выбрали самую классную, самую красивую и самую спортивную, потому что наша Эльвира Горякина. Друзья, у нас была в гостях... Да, я уже просто смущаюсь в том, что победительница чемпионата России по бодибилдингу в номинации фитнес-бикини. Наша красноярская чемпионка. Друзья, ну, Эльвира, мы теперь желаем только побед и в высшей категории. И в мировых первенствах, и в состязаниях. И ждем вас с новыми наградами у нас для того, чтобы снова вами полюбоваться. Спасибо огромное нашей гости. Спасибо вашим тренерам за то, что так грамотно руководили. И наша красноярская девочка победила. Девушка победила всех.